В среду под Донецком в авиакатастрофе погибли 5 человек. Самолет Ан-24 совершил вынужденную посадку и перевернулся. Обстоятельства авиакатастрофы напомнили недавнее крушение лайнера Ту-204 при посадке в московском аэропорту Внуково. Тогда, кстати, по трагическому совпадению жертв тоже было пятеро. Катастрофа во Внуково имела неожиданные последствия. Полеты компании Red Wings, который принадлежал самолету, запрещены, а владельцы Red Wings на этой неделе обвинили в плохой подготовке пилотов. У Александра Лебедева вообще налицо явные проблемы во взаимоотношениях с властями. Спустился с небес. Мы покажем первое интервью выжившего в катастрофе Ту-204 бортпроводника о том, как упал самолет. А миллиардер Лебедев еще рассказал Сергею Митрофанову, кто хочет обрушить весь его бизнес. Первые шаги, первый глоток свежего воздуха. Бортпроводник Дмитрий Винокуров не может поверить, что свежим в воздухе, иначе как чудо, иначе как чудо, иначе как настроение. Перелом 12-го позвонка. Все хорошо. Да, мне нравится ваш оптимизм, конечно. 29 декабря. Катастрофа самолета компании Red Wings в московском аэропорту Внуково. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, остановился почти на Киевском шоссе, развалился на три части и загорелся. В эксклюзивном интервью один из выживших, Дмитрий Винокуров, вспоминает страшные моменты трагедии. Я нашел все последние силы, чтобы отстегнуться. Это было очень трудно физически, потому что позвоночник был сломан, ногами я поширить не мог, я их не чувствовал. Единственное, что отстегнулся, куда-то выпал, а там меня уже подхватили. Он благодарит молодую пару, которая вытащила его из самолета, неожиданно оказавшуюся рядом женщину-врача, которая на маршрутке везла его в больницу, скоро бы не успела. Он благодарит всех тех, кто оказались рядом и помогли. За полтора месяца он успел покрыться слоем пыли, потому что я очень просил не трогать мою комнату. А почему так? Ну, потому что я хотел, вот, я иду с работы. То есть я нигде не лежал, у меня ничего не сломано, я пришел с работы. Дома Дмитрий показывает нам свой запылившийся пиджак стюарда, карту, где отмечены города, куда летал, любимую коллекцию моделей самолетов. Или вот фотографии, таким он был до катастрофы. Впереди еще операции и реабилитация, но он верит и надеется, он снова рвется в небо. Люблю самолеты, люблю летать. Но пока Дмитрий был в больнице, многое изменилось. На этой неделе он узнал новости. Его авиакомпания Redwinds закрыта. И откроется ли она снова, никто не знает. Миллиардер Александр Лебедев, владелец этой компании, лично инспектирует самолеты, беседуя с пилотами. На борту одного из своих Ту-204 от того, что они без дела проставят в аэропорту, подсчитывают убытки. Все про все, точно совершенно миллионов 250-300 рублей мы налетим за условные месяцы стоянки. Росавиация приостановила полеты. Прокуратура заявила, оказывается, пилоты не прошли необходимую подготовку на тренажере. Когда приземляется самолет, командир дает команду и инженер полностью переводит. Это уже сейчас новая инструкция? Да. Вот пилот-миллиардер дает первый урок, как посадить самолет. Все действия доведены до автоматизма. Два тренажера, и они готовятся. Готовятся к выпуску новой тренажеры. Готовятся. Вот уже готовятся. Ну, нам это в вину ставить, да, ну, просто смешно. Поэтому мы получаем от них разрешение письменное, а то же мы в кабинах это отрабатываем. Конечно. Ну, думать о том, что мы не готовимся к полетам, ну, это просто как, если мы самоубийцы. Тенденция последнего времени, говорят пилоты, вину за все крушения самолетов возлагают на них. Мол, не хватает подготовки. С такой однозначной трактовкой не согласен выживший в авиакатастрофе бортпроводник Дмитрий Гвинокуров. Это реально опытные люди, которые не страшно доверяют своей жизни. Страшные моменты той злополучной посадки для Дмитрия, как кадры из фильма ужасов. Зимой самолеты часто выкатываются за пределы взлетной полосы. Просто их рейсу повезло меньше, чем другим. С течением многих обстоятельств, то есть, как бы, и техника, и полоса, и перелет, то есть, все немножко подвело. Самолет был пустой, объясняет Дмитрий, и ему просто не хватило масла, чтобы затормозить. Да еще, как уже позже установить следствие, возникли проблемы с реверсом. Но повод для закрытия компании совсем не авиакатастрофа. Мол, у авиаперевозчика нет денег на подготовку пилотов и обеспечение безопасности. Лебедев усмотрел в этом нелюбовь и даже назвал со стороны кого. Может быть, это и нелюбовь Следственного комитета ко мне, поскольку дело Полонского выдумано по какой-то же причине. Дело Полонского. Это вот эти кадры. Два миллиардера подрались в эфире. Я года назад сказал, что башня Федер... Высокие рейтинги, многомиллионные просмотры в интернете. А теперь вот суд. И не из-за падения самолета. Лебедева могут приговорить к пяти годам в тюрьмы за драку в эфире, которую теперь трактуют как хулиганство с политическим подтекстом. Мне надо быть готовым к любому исходу событий. Утро миллиардера. Дома, завтрак с детьми. Ну давай, поехали. Поехали кушать. Рано нам еще заниматься бизнесом. Да? Владельцы заводов, самолетов и газет часто обвиняют. Мол, он критикует власти, финансирует самую оппозиционную газету в стране и все, чтобы создать имидж Ганимова для Запада, где у него тоже многомиллионный бизнес. Но он с раздражением просит не называть его опальным олигархом. Я иногда позволяю себе говорить, как мне кажется, правду, при этом я ее стараюсь аргументировать серьезными доказательствами. Прессе пишет, мол, Лебедев проворачивает аферы, отмывает деньги. А когда следователи в его офисах устраивают опыски, так было не раз в прошлом году, получается, мол, это месть за критику власти. Сам бизнесмен и правда говорит, ему мстят. Задача уничтожить мой бизнес, отобрать мой бизнес, уничтожить мою репутацию, атаковать мою семью, выпихнуть меня за границу, поставить меня в тюрьму, кто-то эту задачу пытается решать. Но это не политические власти. Давайте на этом пока остановимся. Это какое-то организованное сообщество, которому я, видимо, сильно надоел. Что это за сообщество? Бизнесмен и называет, но делает, предположим. Не знаю, мне кажется, причина в пострыке. По какой-то причине не любит новую газету, ее издателя, наверное, не испытывает ко мне никаких особо теплых чувств. И вот теперь, кто стоит за закрытием авиакомпании, гадает не только бизнесмен Лебедев, но и его сотрудники. Семейный совет на кухне дома у выжившего в катастрофе Дмитрия Винокурова. Он объявил родителям, как поправиться снова в небо. Папа против, я нет. Я просто знаю, что для него это работа, насколько она ему нравится, насколько он ее любит. Но может так получиться, что Дмитрию и возвращаться будет некуда. Семья Дмитриевна, Федор Палихов, программа «Неделя» РЕН-ТВ.